Доброе время суток, друзья. Боевая провинция приветствует вас. Всю ночь не спал, так что, если что, перепутаю, не обижайтесь. Два боя прошло. Усик Беллий прошел и Бриедис Гевр. Бриедис Гевр потом поговорим. Усик Беллий сейчас вкратце, а то сейчас Власов будет драться с этим. С Головацкий. Так, Усик Беллий, друзья. Усик, как всегда, был в хорошей форме, в хорошем тонусе. И, безусловно, как мы и говорили, это бойцы разного уровня. Полный контроль боя со стороны Усика. Подбор ключа. Подбор ключа к технике Беллию. Как вы все видели, это первые четыре раунда. Далее. Так как Беллий боец, давайте повторюсь немножко. Так как боец стоячий, все-таки Беллию и любит работать умеренно. То оружие, которого нет у других бойцов, что есть у Усика, то доминирование. Это функционалки, как мы и говорили, ребят. Так как Беллию все-таки 35 лет ему, по-моему. И поэтому, безусловно, первые три-четыре раунда он смотрелся, огрызался как-то более-менее, потому что практически не делал ничего, только, ну, только как бы выжидал и ловил на контратаке. А очень трудно, конечно, работать с бойцом, который не делает ничего. И у которого, как я увидел, друзья, все-таки, или мне может показалось, как бы руки длиннее, чем у Усика. Вы не заметили случайно? Википедия одно говорит, а Беллию, когда бросает руку, он дальше достает, чем Усик. Ну и когда, естественно, ребята, функционалка у Беллию подсела, она и должна была подсесть, потому что боец не агрессивный, боец не с высших позиций, не с высших эшелонов. И, как я уже говорил, то, что он взвездился из-за вот этой победы над Хейм. И, конечно, он стал уже не успевать, его правый прямой стал работать с оттяжкой. То есть, бьет немножко оттяжка, Усик, конечно, безусловно, веет. И постоянное над висанием на соперника, работа первым номером, не давало отдыхать Беллию. То есть, Беллию постоянно в каком-то напряжении находился. Пусть даже Усик что-то пропускал, но он опять рядом находился, как бы вынуждал то, что бить. Пока джебами разбавлял, разбавлял Беллию. Ну, а потом, видите, когда уже полностью начал видеть удар Беллию, и Беллию каждый удар начал промахиваться. Ну, тут, естественно, он немножко, как обычно, взвинтил темп. Сделал то, ребят, за счет чего он обычно выигрывает соперников. Того же и Бриедиса, помните, за счет функционалки. Когда Бриедиса вымотался, Усик немножко навязал свой темп и переиграл соперника. Ну, здесь такой соперник, друзья, видите, он даже... Ну, такой уровень, которого надо, ребята, нокаутировать. Как и я говорил, даже кто-то в чате «Боевая провинция» угадал то, что в восьмом раунде Усик нокаутирует его. Так что для нас лично открытий никакого не было. Усик, безусловно, молодец, показал интересный, зрелищный бой. Мне понравился. И, ну, пожелаем ему дальнейшего продвижения и дальнейших успехов. И я думаю, с набором массы все-таки удар у него как бы возрастет. Это мое предположение. Конечно, ему нужно еще в супертяжелом весе пройти пару боев таких, как бы незначимых, но бойцов таких с сильным ударом, чтобы он ощутил на себе вот эту мощь удара. Все, друзья, всем пока. Побежал смотреть Власов Головацкий. Удачи! Подписываемся на «Боевую провинцию» в чат и телеграм «Боевая провинция». Удачи! Подписываемся на «Боевую провинцию» в чат.